Роза First Lady, First Lady, характеристики и описание сорта. First Lady, один из красивых сортов чайно-гибридных роз. Плотные бутоны розового окраса восхищают своим эффектным видом. Культуру используют для озеленения участка. Стебли с цветками можно срезать и украсить ими помещение. Ниже представлена информация о выращивании розы Shrub First Lady на придомовой территории. Роза First Lady, что это за сорт? Растение выведено немецкими специалистами в 2005 году. Селекционные работы проводились в питомнике Тантау. Описание и характеристика. Роза под названием First Lady представляет собой кустарник высотой до 1,5 метра, шириной – до 1,2 метра. На побегах нарастают густомахровые цветки диаметром около 10 сантиметров. В центре бутона лепестки окрашены в насыщенно-розовый цвет. Края более светлые, почти белые. Как выглядит роза First Lady? На одном стебле до третьих бутонов. Распускаются цветки медленно. Они обладают высокой декоративностью, не выгорая под палящим солнцем. Кусты быстро разрастаются, поэтому место для них подбирают просторное. К сведению. На языке цветов преподнесенный букет розовых роз говорит о зарождающихся чувствах, душевной близости. Преимущества и недостатки сорта. К положительным качествам леди относятся следующие характеристики. Декоративный вид. Повторное цветение. Использование в качестве срезочного растения. Хороший иммунитет. Зимостойкость. К отрицательным качествам относят потребность кустов в наличии большой площади. Использование в ландшафтном дизайне. Роза First Lady красиво смотрится в качестве солитера. Одиночно высаженные кусты можно будет рассмотреть со всех сторон. Фоном для культуры послужит зеленый газон. Розу также можно высадить на фоне высокорослых деревьев и кустарников. Роза First Lady в ландшафте. Выращивание цветка. Кусты приобретают в садовом центре или в растениеводческом питомнике. Семенами цветоводы обычно культуру не выращивают из-за трудоемкости. Помимо этого могут не передаться все заявленные в описании качества. Сажают розу на участок рассадой. Кусты не должны быть старше 1-2 лет, иначе они будут долго приживаться. Лучше всего, если они выращивались в контейнере. В этом случае кусты будут пересаживаться без разрушения земляного кома. Обратите внимание. На участок розы сажают весной или осенью. Почва должна прогреться до 10-12 с. При осенней посадке нужно учитывать, что растения должны окрепнуть до наступления заморозков. Молодым кустам потребуется укрытие. Выбор места. Розу сажают на хорошо освещенном месте. Кусты нельзя располагать слишком близко к другим растениям. При загущенной посадке может произойти заражение грибковыми заболеваниями. Подземные воды не должны залегать слишком близко к поверхности грунта. Как выбрать почву и цветок для посадки? Субстрат подбирают плодородный, рыхлый. Хорошо ферст лаидироза будет развиваться в суглинке. В грунте не должно быть слишком много песка. В противном случае субстрата будет слишком быстро уходить влага. Рассаду выбирают здоровую без признаков заболеваний. Корневую систему на несколько часов опускают в раствор марганцовки. Это необходимо для дезинфекции саженцев. Побеги и корневую систему перед посадкой слегка подрезают. Процедура посадки пошагово. Подготовленные розы сажают следующим образом. Выкапывают яму глубиной и шириной 60 сантиметров. На дно помещают слой дренажа. Затем выкладывают 10-сантиметровый пласт из компоста или перепревшего навоза. Насыпают садовый грунт. Ставят саженец в центр ямы, распрямляют корни и засыпают их грунтом. Землю слегка утрамбовывают, обильно поливают. Прествольный круг мульчируют торфом. Важно! Корневая шейка должна заглубляться в землю не больше, чем на 3 сантиметра. Посадка розового куста. Уход за растением. Уход за розой заключается в поливе, подкормке, рахлении земли. Отсветшие бутоны обрезают. Это способствует повышению декоративности кустов, наращиванию новых бутонов. Правила полива и влажность. Поливают кусты редко, но обильно. Под каждое взрослое растение необходимо не менее 15-20 литров воды. Во избежание появления болезней и вредителей розы не орошают сверху. Воды используют теплую и отстоянную. Сухую жаркую погоду цветы поливают один раз в неделю. Мульчирование приствольного круга поспособствует сохранению в почве влаги. Осенью производят влагозарядковый полив. Подкормка и качество почвы. Весной с наступлением теплорозу подкармливают азотом. Вещество дает толчок для роста побегов и корневой системы. Перед цветением вносят комплексные минеральные удобрения с преимуществом в составе калия и фосфора. Осенью кусты подкармливают калием, который способствует благополучной зимовке цветов. Только находясь в плодородной почве, роза сможет показать себя во всей красе. Обрезка и пересадка. На протяжении вегетативного периода проводят санитарную обрезку. Она необходима для предотвращения появления заболеваний. Весной производят полноценную обрезку. Побеги срезают до двух, четырех или пять, семь почек. К сведению, летом удаляют отсветшие бутоны. Используют для этого острый нож или ножницы. Пересаживают розы весной или осенью методом перевалки без разбивания земляного кома. Особенности зимовки цветка. Подготовку к зимовке начинают с внесения в приствольный круг калийных удобрений. В это же время кусты перестают обильно поливать, рыхлить землю. Когда наступят устойчивые заморозки, розу окучивают. Если ожидаются сильные морозы, побеги пригибают к земле, накрывают лапником, укутывают нетканым материалом. Цветение розы. Фестледи роза наращивает красивые бутоны. В них содержится большое количество розовых лепестков. Каждый бутон распускается в течение недели. Но если длительно стоит прохладная дождливая погода, цветок может не распуститься. Цветение первой леди. Для поддержания декоративности кустов, сухие нераспустившиеся бутоны обрезают. Если роза не цветет, возможно, садовод неправильно выполняет агротехнические приемы. Скорректировав схему ухода, можно добиться длительного, обильного цветения. К сведению. Из лепестков роз изготавливают розовое масло, обладающее большим количеством полезных для организма свойств. Размножение цветка. Размножают розы на участке несколькими способами, наиболее популярны из них – черенкование полудревесневших побегов. Нарезают их перед бутонизацией или после цветения. Выполняют процедуру размножения следующим образом. Нарезают черенки с двух-трех листьями. Ставят на несколько часов в стимулятор корнеобразования. Сажают обрезки под наклоном в легкую почву. Накрывают прозрачной пленкой. Ставят в теплое место. Когда начнут образовываться корни, укрытие снимают. На постоянное место подращенные кусты высаживают через год. Еще один способ размножить первую леди – отводками. Для этого выкапывают бороздки, в которые укладывают стебли, не отделяя от материнского растения. Их прикрепляют к земле скобами, поливают, засыпают субстратом. Спустя некоторое время на побегах появятся корни. Примерно через год молодые кусты отделяют от родительского куста, сажают на участок. Размножение рос черенками, болезни и вредители. У первой леди хороший иммунитет, но при неправильном уходе куст может поразиться корневой гнилью и мучнистой росой. Появляются заболевания при частом и обильном поливе, а также при верхнем орошении кустов холодной водой. Для лечения растений применяют противогрибковые препараты. Обратите внимание, чтобы кусты не поразились гнилостными микроорганизмами, очередной полив производят после высыхания поверхностного слоя грунта. Главный вредитель роз – тля. Насекомое высасывает сок из листьев, чем ослабляет культуру. Еще один возможный вредитель – паутинный клещ. От насекомых избавляются опрыскиванием инсектицидами. Роза первая леди – эффектное, красиво цветущее растение. Она не требует к себе особого ухода. Достаточно проводить обычные для выращивания роз агротехнические мероприятия. При соблюдении правил посадки и ухода садовод сможет долго любоваться плотными, розовыми бутонами.